Всем привет, к нам присоединяется Скотт Риттер. Скотт, рад тебя видеть, мой дорогой друг. Мне нужно поговорить с тобой пару минут об Украине. И я начну с того, что подниму тебе давление... Украина станет членом НАТО. Мы проделали большую работу в этом направлении за последние пару дней здесь, в Брюсселе. Но я думаю, что на саммите мы увидим очень сильную поддержку Украины в ее отношениях с НАТО. Не сошел ли он с ума, делая такое заявление? Все, что говорит Блинкен, противоположно тому, что есть на самом деле. Потому что он также сделал аналогичный вывод, где он сказал, что российская армия слабее, а украинцы сильнее, чем когда-либо прежде. Все, что он говорит, не основано на реальности. Что показывает, насколько американская политика сейчас оторвана от реальности. Мы находимся в режиме паники. Мы просто не знаем, что делать. Поэтому мы делаем то, что у нас получается лучше всего в таких ситуациях, а именно стоим на месте и просто говорим полную бессмыслицу. Хорошая новость здесь в том, что России все равно. Россия уже давно перестала обращать внимание на то, что говорит Тони Блинкен. Украина находится в процессе стирания с лица земли как нация. Россия находится на том этапе, когда они говорят, что это нация, о которой говорит НАТО, о вступлении в Европейский Союз исчезнет. Не будет никакой Украины. Кулеба не только останется без работы в не столь отдаленном будущем, но и без страны. И возможно именно поэтому они находятся в Брюсселе. Кто будет давать деньги взаимой организации, которая, как вы знаете, скорее всего не будет существовать через год. Но ЕС планирует предоставить Украине кредит в размере 100 миллиардов евро. Так вот, я не знаю, будет ли это наличными. Я не знаю, будут ли это ценные бумаги. Я не знаю, будет ли это эквивалент в оборудовании. Я не знаю, будет ли этот кредит предоставлен сразу. В какой-то момент они сказали, что это будет 25 миллиардов в год. Что хорошего это может принести, кроме еще большего количества смертей молодых людей на Украине? Я думаю, что то, что делают европейцы, это запускают в действие процесс, призванный побудить Конгресс США вмешаться и сказать, мы сделаем еще лучше. Мы собираемся предоставить вам беспроцентный кредит, и мы понимаем, что вам никогда не придется его возвращать. И я думаю, что именно это и делают европейцы. Они пытаются подтолкнуть Американский Конгресс к принятию такого пакета кредитных гарантий. Но опять же, я просто хочу сказать, как американец, что я возмущен этим. То, что вы собираетесь дать украинцам, это беспроцентные кредиты на десятки миллиардов долларов, которые им не придется возвращать. Но если я хочу отправить своего ребенка в колледж, я должен взять кредит, за который вы собираетесь взимать с меня от 25 до 32 процентов, и я должен его вернуть. Я надеюсь, что это вызовет возмущение американского народа до такой степени, что это станет политически несостоятельным. Мы не должны давать деньги Украине на данном этапе. Мы должны убедить украинцев отступить. Это все равно, что сказать, что вы хотите помочь кому-то с наркозависимостью. О, кстати, вот 5 килограммов кокаина. Давай нюхай дальше. Ты же знаешь, что давать деньги Украине на данном этапе, это все равно, что выбрасывать деньги на ветер. Потому что Украина проиграла эту войну. Разве большая часть этого не идет непосредственно в Рейтен, Ханнивелл и кому бы то ни было, кто создает это оборудование? Как я понимаю, это даже не идет в Украину. Ну, это тот аргумент, который они выдвигают, и это правда. Большая часть этих денег предназначена не для того, чтобы дать Украине оружие. Это пойдет на то, чтобы убить еще больше украинских молодых людей, а 60 процентов пойдет на военно-промышленный комплекс. Чтобы они могли продолжать делать пожертвования членам Конгресса, проголосовавшим за это. Посмотри, Америка, если наше экономическое здоровье зависит от того, чтобы украинцы умирали, это нехорошо. Это для того, чтобы оправдать рабочие места в Америке. Мы должны поддерживать конфликт, в котором уже погибли сотни тысяч украинцев, и еще сотни тысяч погибнут, прежде чем все это закончится. Это делает Америку буквально самой худшей страной в мире, населенной самыми худшими людьми в мире. У нас может быть экономическое здоровье только за счет того, что мы позволяем другим умирать. Давай, ребята. Мы должны сделать что-то получше этого. Всем привет. Судья Эндрю Наполитана здесь, чтобы судить о свободе. И к нам присоединяется полковник Дуглас МакГрегор. Полковник, мне очень приятно, мой дорогой друг. С возвращением на шоу и спасибо вам за то, что уделили нам время. У меня есть много вопросов, которые я хотел бы задать вам. Есть ли у вас какие-либо указания от источников о том, есть ли отпечатки пальцев Ми-6? Есть ЦРУ, МОСАД и украинской разведки на нападении на Крокус. Что же я слышу самые разные вещи? У меня нет конкретных, существенных доказательств. Я слышу, как люди говорят мне, что да, мы приложили к этому руку. Кажется маловероятным, что СБУ предприняли бы что-то подобное без нашего ведома или поддержки. Я думаю, что это возможно, но мне это кажется маловероятным. Это действия умирающей организации, умирающего государства, умирающего режима. И я думаю, что они в отчаянии, и я уверен, что мы предоставляем им всю возможную разведывательную информацию, которая поможет им нанести эти удары. Потому что они отчаянно нуждаются в наличных деньгах, о которых сейчас идет речь на холме. И как и следовало ожидать, спикер Джонсон, учитывая его прошлое, теперь говорит, что он собирается поддержать это и провести это через Конгресс. Я думаю, что конец игры уже близок. И если вы посмотрите на Землю вон там, то увидите, что ей нужна еще неделя или две, чтобы она могла принять крупные бронетанковые силы, которые русские собираются задействовать. Но в то же время большая часть украинской противовоздушной обороны, значительная часть энергетической инфраструктуры, электросети, электростанции, производящие электроэнергию. Эти объекты подверглись очень эффективному нападению. Многие и многие города обесточены. И теперь мы видим украинских мирных жителей, которые поняли, что дело пахнет керосином и уезжают. Я не удивлюсь, если это произойдет и в других городах. Сейчас в некоторых случаях люди, которые являются русскими, вероятно временно уедут, пока русские не вернутся, а затем они вернутся. Но те, кто в первую очередь являются украинцами, уедут и не вернутся, потому что они знают, что на этот раз русские не уйдут. Президент Зеленский вчера подписал закон о снижении призывного возраста с 27 до 25 лет. Так что они пойдут в юридические школы, медицинские школы, аспирантуры и возьмут этот кадровый резерв, обучат его в течение трех недель и отправят в мясорубку. Я думаю, полковник, нет осознания желательности мирного урегулирования путем переговоров. Как они могут не понимать, насколько они в отчаянии? Глава генерального штаба Столтенберг хочет собрать 100 миллиардов долларов в виде кредита, чтобы дать Зеленскому. Что он собирается с этим делать? Я думаю, что глобалистские элиты, которые правят государствами в Европе, не желают признавать правду. Потому что они знают, что если они признают правду, то будут привлечены к ответственности на избирательных бюллетенях и проиграют. Я думаю, что они все равно проиграют. Но когда правда выйдет наружу, с ними будет покончено, потому что они также совершили экономическое самоубийство, отвергнув дешевую российскую энергию и обратившись к нам за дорогой энергией и к другим средствам, веря в то, что будущее состоит из ветряных мельниц и солнечных панелей. У ветряных мельниц и солнечных панелей нет будущего. Это большая бессмыслица. Цивилизации требуется много дешевой, эффективной энергии. Вы можете получить это только из угля, нефти, газа и ядерной энергии. Насколько вероятно, что война в Украине расширится и станет региональной войной? Если ЕС действительно предоставит 100 миллиардов, будь то наличными или в виде оборудования, Зеленскому, и если Соединенные Штаты получат там пакет Джо Байдена на сумму 61 миллиард долларов и продлят эту войну, и если Макрон пошлет туда войска, и если Туск, президент или премьер-министр, я забыл какой именно Польша, скажет, что эра мира закончилась. Все эти вещи происходят одновременно. Как вы видите, как это будет развиваться? Что же, помните, Туск раньше работал в Брюсселе и в значительной степени является творением ЕС и глобалистов. Я не думаю, что Туск очень сильно резонирует с польским населением. Я буду удивлен, если он продержится намного дольше. Я думаю, что правда заключается в следующем. Эти деньги не могут купить больше тел. Они не могут купить больше живой силы. Европейские вооруженные силы — это бутик организации. Они маленькие. Это не боевые организации в историческом смысле. Так что я думаю, что представление о том, что эти деньги что-то изменят, во-первых, ложно. Это будет сделано именно так, как мы обсуждали ранее. А во-вторых, представление о том, что европейцы сами что-то предпримут, этого не произойдет, потому что для того, чтобы они что-то предприняли, мы должны были бы возглавить это. А мы не собираемся этого делать, потому что мы не можем. Все это фарс. Это предвещает конец Европейского Союза, я думаю, и конец организации Североатлантического договора. И все это для того, чтобы поддержать эту бессмысленную, импульсивную войну против России, используя украинский народ и его страну, в качестве пушечного мяса. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!